Рада видеть, давно мы с вами не встречались, можно сказать, что было летние зимние каникулы. Значит, заседание территориальной комиссии объявляю открытым. Значит, сегодня у нас присутствует раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять человек из четырнадцати вытвинутых, которые мы имеем в наличии. Значит, у нас отсутствует председатель территориальной комиссии Снегов Андрей Михайлович, он находится в заграничной командировке. Значит, у нас отсутствует Колынюк, он у нас очень часто отсутствует в сфере занятости. У нас с вами отсутствует Столенская Нина Александровна, она находится за городом, в Москве ее нет, поэтому мы не предупреждали ее, но так вот положено, что она нас посетить не смогла. И, по-моему-то, наверное, я еще там уже считалась, да? Будем всех, ну, ладно. У нас получается 11 человек, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. Себя не посчитала. Значит, форум есть, заседание, считаю, открытым. На Сиповинске не у нас с вами один, но очень большой глобальный вопрос. Это формирование участковых избирательных комиссий на пять лет. Значит, те, кто присутствовали на нашем заседании, знают тех, кого не было, проинформируют, что у нас создано на эти пять лет 38 комиссий. Из них 36 – это стационарные, те, которые обычно не работают, и две закрытые комиссии – это 15-я больница и бывший кожно-минологический диспансер, вот сейчас немножко по-другому называется. Значит, эти комиссии мы сегодня формировать не будем, по законодательству они формируются за 30 дней до начала выборов, как бы из резерва, который останется вот из наших, после формирования основного состава. Значит, основной состав у нас комиссий варьируется, у нас несколько маленьких участков, в которых мы можем с вами комиссию сформировать только до 9 человек. Основные комиссии у нас больше 2000 избирателей, поэтому состав входит от 7 до 16 человек, ну и также есть комиссии, в которых состав которых входит у нас от 7 до 12 человек. Значит, поступило у нас почти на 700 предложений в состав участковых избирательных комиссий. Практически все люди, поступившие, подавшие свое полеизъявление на участие в избирательной кампании, были приняты и внесены в систему кадры и газ-выборы. Это система, которая проверяет людей, формирует, да, и ведет учет, помогает нам с вами в нашей милевкой работе. Возник вопрос у нас, значит, только с одним человеком. К сожалению, это вот партия ЛДПР, мы не можем выдвинуть его на рассмотрение из-за того, что нет ксерокопии паспорта с подтверждением прописки. То есть прописка стоит, стоит штамп по выписке, а вот второй страницы нам так и не предоставили. Пытались мы связаться и с этим человеком напрямую, но, к сожалению, вот тот контактный телефон, который указ, мы не смогли ничего сделать. Значит, также у нас возникла еще одна проблема, которая на сегодняшний момент не столь актуальна, но актуальна будет в ближайшие две недели. У нас по некоторым людям выдавают в составы участковых избирательных комиссий отсутствуют фотографии. Хочу обратить особое внимание представителей партии, что нам с вами необходимо выдать обязательно удостоверение этим людям, поэтому фотографии будут необходимы, как они будут принимать у нас участие в первом заседании в организационном саймопринимательческом комиссии. То есть у нас должен быть документ, подтверждающий право местности. Нет, у нас с вами удостоверение существует. Это удостоверение членов участковых избирательных комиссий. Проверим, найдем, отдадим. Должно быть. Если нет, значит у вас фотография, мы вам его установим. Значит, все участковые избирательные комиссии тоже будут иметь удостоверение, которое будет действовать сроком на 5 лет. То есть с момента проведения первого организационного собрания плюс 5 лет. То есть так же, как и у нас с вами территориально было. Значит, партии у нас выдвинули своих представителей практически во все участковые комиссии. У нас существуют и представители Единой России, и представители ЛДПР, представители КПРФ, и справа ледливая Россия. Значит, партия Яблоко выдвинулась только одного представителя, это 388 участок. Также у нас приняли участие общественные объединения. Это региональная партия избирателей, молодая гвардия. Ну и, естественно, самую активную позицию у нас взяли, как вы знаете, это по месту работы, в наших костях, вот скажем, да. То есть это наши люди, с которыми мы давно уже работаем, и которые нас, по крайней мере, пока не подводили. Значит, проекты решений были подготовлены. Значит, но, к сожалению, вы понимаете, что объем очень большой. Если есть необходимость ознакомиться, кому-то я могла, я отправила по электронной почте, если есть необходимость, скажите, я предоставлю. Значит, позиция при формировании участковой комиссии у рабочей группы заключалась в следующем. Максимально отразить все политические партии объединения, которые предоставили своих кандидатов, и уже, так скажем, по остаточному принципу от мест предложенных участковой избирательной комиссии формировать из состава избирателей по месту работы в службе и учебе. Значит, место расположения участковой комиссии у нас практически не меняется. Вы, в общем-то, все знаете, уже в свой выбор мы с вами работали. Единственное, что у нас добавился еще небольшой участок на территории муниципального учреждения. И еще одна комиссия у нас добавилась в 631-й школе. Это вызвано тем, что у нас очень выросла численность по первому избирательному уровню. Поэтому нам пришлось доформировать еще одну избирательную комиссию. Я бы хотела услышать Ваши замечания, предложения, если они существуют, и приступить к обсуждению численного и временного состава комиссии. Вот наши или все? Нет, уиков. Мы сейчас формируем уики. Нашу комиссию формирует Московская государственная избирательная комиссия. Пока мы до 15-го года с вами работаем. А почему мы сейчас должны на 5 лет? Наталья, как вы хотите? Да, послушайте, я не был на прошлом заседании. Я повторюсь, ничего здесь страшного нет. Значит, у нас с вами произошли изменения в избирательном законодательстве. Значит, сейчас участковые комиссии формируются сроком на 5 лет. И дополнительно формируется резерв. То есть все люди, которые предложили свои кандидатуры, но не вошли в основной состав, если они отвечают требованиям законодательства 29-й статьи, то они у нас входят в состав резерва. И в дальнейшем, в случае выхода кого-то из основного состава, эти люди вправе претендовать на вхождение в основной состав комиссии. Значит, на сегодняшний момент основной состав мы с вами формируем, назначаем председателей этих участковых комиссий. И все люди, которые и так все жители наши, и вошедшие в составы основные, остаются в резерве на каждую конкретную участковую комиссию. В случае, если кто-то подает нам заявление о выходе данной участковой комиссии, а численный состав мы с вами определяем сегодня в участковой комиссии, то мы с вами опять собираемся и обсуждаем вопросы с тех кандидатур, которые остались, кого мы можем выдвинуть в основной состав комиссии. До конца, насколько я понимаю, не решен вопрос еще о том, будут ли доформироваться резервы. Насколько я понимаю, видимо, будут, потому что все течет, все изменяется. За период жизни, пока люди начали подавать заявления о вхождении участковой комиссии до момента формирования решения, проекта решения, у нас уже появилось несколько заявлений о выходе из состава участковой комиссии. В семейном обстоятельстве, в связи со здоровьем, в связи с переменными местами жительства. Поэтому такой вариант возможен, и, соответственно, мы с вами по всем техническим комиссиям будем собираться и выяснять их. Вдруг будет выход из основного состава. Еще какие-то вопросы есть организационные, либо? Вопрос по организационной. Как будет проходить все дальнейшие обсуждения? Сначала обсудили один УИК, потом другой УИК. Да, конечно, мы сейчас будем по всем УИКам. Если вопросы есть у собравшихся, значит, будем приближить. Чем объясняется такой большой население первого округа? Я не скажу, что у нас большой всплеск, но у нас было очень много заявлений во время первых и вторых выборов. Особенно это было выявлено на первом избирательном округе о том, что люди не вошли в состав избирательных книг избирателей. Эта работа была проведена огромная и системным администратором ГАЗ-выборы, и членами нашей комиссии. То есть мы прорабатывали, отбирали те заявления, которые поступили от жителей, и, соответственно, восстанавливали их систему. Поэтому у нас... Я не скажу, что он очень большой скачок. Там разница получилась в районе, по-моему, 300 или 400 человек. Но из-за того, что округ и так был на пределе по численности, соответственно, мы получили вот этот вот экспресс, который выпал за рамки тех границ, которые были определены изначально. Думаю, чтобы не задерживать, нам приступим к обсуждению. Представьте людей, кто здесь находится. Я тут не видел ребят вообще. А, прошу прощения. Значит, члены территориальной комиссии, это у нас... Так, уже начинаю всех забывать и путаться. Прошу прощения, очень много фамилий. Степанья Нарвен-Жаресович, представитель российского общественного объединения. Значит, у нас представитель присутствует с вещательным голосом от «Справедливой России». Прошу прощения, по-моему, не сомнению. Значит, далее. Троицкая Тамара Сергеевна, все вас с ней знакомы. Значит, это представитель ветеранов войны труда по Восточному административному округу. Тупикова Валерия Евгеньевна. Она у нас представляет межрегиональное молодежно-общественное объединение. Валерия Евгеньевна. Да, это не заметили среди молодежи. Знаем, знаю. Даже валерия Евгеньевна. Соснов Павел Николаевич, секретарь территориально-избирательной комиссии. Пенкин Константин Петрович, представитель у нас «Единой России». Образцов Николай Александрович у нас является представителем Московской Федерации профсоюзов. Ермакович Петр Адольфович является представителем Союза ветеранов Афганистана. Андрей Николаевич Посполитак, либерально-демократическая партия. Токарев Александр Васильевич у нас является представителем Справедливой России. И Красильников Владимир Сергеевич у нас коммунистическая партия Афганистана Федерации. Я отечественная Наталья Константиновна, я являюсь представителем партии «Яблока». Я являюсь уместителем... Оператор это у нас представители прессы. В том числе, по-моему, от партии «Яблока». Да, совершенно верно. Регерники не принесли. Да? Прошу прощения. Я их не ем, поэтому как-то вот... Ну, видите, да. Закон мы в большом составе. Какие-то замечания есть? Приступаем к обсуждению проектов решений. Если кому-то надо будет зрительно ознакомиться, я с удовольствием передам. Значит, прошу прощения, я присяду, да, на комиссии много, да, чтобы... Вы не так на ногах. Зачем устрашивать. Значит, 800... Да, кстати, вот кто у нас не присутствовал, хочу заметить. У нас с вами сместилась нумерация участков. Если раньше мы начинали с 870-го, теперь у нас с 882-го. Потому что количество комиссий изменилось, видимо, не только у нас, а и в других районах Афганистана. Значит, 882-я комиссия. Предложено в количественный состав 13 человек. Значит, из них... Писема у Надежды Петровны, Краштанская платформа. Ильинская Ольга Сергеевна, собрание избирателей по месту работы. Постумова Татьяна Николаевна, выдвинутая Единой Россией. Кожухина Оксана Игоревна, либерально-демократическая партия Россия. Космодемьянова Марина Владимировна, справедливая Россия. Махорский Алексей Владимирович, собрание избирателей. Динакова Татьяна Владимировна, собрание избирателей. Малоснова Екатерина Николаевна, собрание избирателей. Пахомова Александра Павловна, московское городское отделение политической партии КПРФ. Я прошу прощения, можно я буду называть КПРФ? Рамазанова Ирина Владимировна, собрание избирателей. Суворова Любовь Евгеньевна, патриоты России. Федорова Ирина Алексеевна, выдвинутая собрание избирателей. Чернышева Лидия Георгиевна, выдвинулась в Московской федерации профсоюзов. Председателем данного участка рекомендована Федорова Ирина Алексеевна. Она имеет у нас очень богатый опыт работы в избирательных компаниях, поэтому мы рассматривали ее кандидатуру. Есть ли какие-то замечания и возражения у членов территориальной комиссии? В чем она работает? Председатель работает за общего школы 1389. Это на территории этой же школы и проводится избирательная компания. Есть ли еще какие-то замечания? Замечания нет. Вставлено голосование. Есть ли возражения против численного и именного состава комиссии? Кто за? Прошу прощения. Согласны ли? Возражений нет. Принято единогласно. Хочу заметить, что за председателя мы голосуем отдельно. Федорова Ирина Алексеевна в качестве председателя 882 комиссии. Кто за? Возражений нет. 883 комиссия. Архипова Татьяна Владимировна в собрании избирателей. Баркова Елена Юрьевна в собрании избирателей. Деменчук Марина Геннадьевна в собрании избирателей. Деменчук Юрий Александрович в собрании избирателей. Куклина Антона Андреевича в либеральной демократической партии. Выдвинула Лимкина Михаила Борисовича в «Справедливая Россия». Луквину Наталью Юрьевну в «Гражданская платформа». Михайлову Ирину Владимировну в «Патриоты России». Никонова Марина Ивановна в «Выдвинут» в собрании избирателей. Прохорову Светлану Николаевну в «Выдвинут» в собрании избирателей. Ресную Бридихину Ольгу Владимировну в «Собрании избирателей». Секретарю Светланы Семеновну в «Выдвинут» в собрании избирателей. Соколову Ольгу Владимировну в «Единая Россия». Сало Делину Наталью Васильевну в «ППРФ». Всего численный состав 14 человек. В территориальных комиссиях обращаюсь к вам, кто за численный именной состав. Председатель точно так же является сотрудником школы 1889. Кто за? Возражений нет. Кто за председателем? Единогласный. 884-я комиссия. Численный состав 12 человек. Белова Екатерина Алексеевна в «Собрании избирателей». Бехтина Наталья Валерьевна в «Единая Россия». Болотский Сергей Петрович в «Коммунистическая партия». Горшков Павел Александрович в «Собрании избирателей». Казакова Антон Андреевич в «Справедливая Россия». Калабин Александр Вячеславович в «Общественное объединение молодая гвардия». Калабин Оксана Владимировна в «Собрании избирателей». Репатчева Елена Анатольевна в «Собрании избирателей». Розаева Анастасия Николаевна в «Либерально-демократической партии». Семенкина Лариса Николаевна в «Патриоте России». Федориф Васильевич в «Собрании избирателей». гонкову сетлану валерьевну московская федерация профсоюзов председатель выбора федорик васильевич учитель дарочку насколько кто за представлены кандидатуры возражений нет кто за председателя тринадцать человек абдурагманова рейси магомедовна собрание избирателей бурлачева алексей андреевич либерально-демократической партии пушкина ольга владимировна патриоты россии мальцева екатерина владимир собрание избирателей ничьяева наталья александровна собрание избирателей по нему наталья васильева выгонка собранием избирателей первого и видно николаевны собрание избиратели по поводу владимира михайловича или дунула стоит проект ридички инсу и татьяну васильного собрание террам или ну дарья александровна московской федерации профсоюзов федоров валентин васильев собрание избирателей кто дарю и ванну выглянула party справедливая россия чайковскую датьяну кива уже единой россии председатель выдумка начало наталья александровна является учителем школы кто за то за председателем возле шестая комиссия 13 человек численность состав бурлачев игорь андреевич выбирали демократическая партия варданянс евгений владимир справедливая россия виноградова евгения ивановна московского кпрф димыкова и ирина николаевна собрание избирателей дубков по арену владимир на собрания избирателям датыненко екатерина николаевна собрания избирателям желаноклеева ольга марьянов на единое россия и он давая ирина владимировна собранием избирателей морозовы ольга вина с&с благодарность не мипч Computerrei корских федерации союза внуш운� его анна юрьевна провоза россии романетка галина на по лина собраний пандеева наталья един на собрание избирателей председатели выгодного до 4 попова и ирина Николая, но также является учителем школы 635. Кто за предложенные численные и именно состав? Кто за председателя? Возражения нет. 86-я комиссия. Численный состав 13 человек. Бурундукова Ольга Андреевна, Зиновьева Марина Владимировна, Костяна Андрея Евгеньевича, так, прошу прощения, увлеклась. Бурундукову Ольгу Андреевну «Справедливая Россия», Зиновьеву Марину Владимировну «Единая Россия», Костина Андрея Олеговича, «Собрание избирателей», Костина Ольга Владимировна, «Собрание избирателей», Курочкина Галина Владимировна, «Собрание избирателей», Кутукова Андрея Алексеевича, «Либерально-демократическая партия», Нечаеву Татьяну Сергеевну, «Гражданская платформа», «Политическая партия», Остапенко Марина Владимировна, «Патриоты России», Попенкова Александра Петровича, Собрание избирателей, Попкову Татьяну Вячеславовну Московское отделение КПРФ, Федорову Елену Викторовну Собрание избирателей, Чайковскую Татьяну Алексеевну Московской Федерации Прокоюзов, Шамхаревну Наталью Сергеевну Российское объединение избирателей. Председателем рекомендован Попенков Александр Петрович. Это у нас новая комиссия, очень много достаточно новых людей, но есть и люди с опытом работы, особенно в партии. Кто за предложенной кандидатурой и численный состав? За председателем? Возражений нет. 88-я комиссия. Алексей, Щербакова, Леонида Владимировна ДПР. Численный состав 10 человек. У нас такая партийная комиссия получилась в основном составе. Председателем выдвинута Рязанцева Елена Павловна. Так, это у нас 888 участок. Учительница, Шпанер. Учительница физики. Да? Вполне возможно. Я тоже не всех председателей знаю. Я просто не учился. Понятно. Вот, пожалуйста, нам признают. Учительница физики. Кто за предложенный состав и численный? Возражений нет. Кто за председателя? Возражений нет. 89-я комиссия. 10 человек. Володина Александра Евгеньевича, Патриоты России. Галерман Наталью Юсиповну, Справедливая Россия. Куслинскую Валентину Николаевну, Собрание избирателей. Данилену Елену Ивановну, Собрание избирателей. Корнееву Галину Семеновну, Собрание избирателей. Курносову Марину Сергеевну, Москва Федерация профсоюзов. Минаеву Мину Тимофеевну, ППРФ. Павлова Александра Александровича, Гражданская платформа Перова, Мария Валерьевна Единая Россия. Фафонова Александра Николаевича, Либеральной Демократической партии России. На пост председателя выглянута Корнеева Галина Семеновна. Тоже, по-моему, учитель, если вы хотите, изменяет. Кто за предложенные? Возражений нет. Кто за председателя? Возражений нет. В 890 участках 12 человек. Богомолова Инесса Андреевна, Патриот России. Елизарова Екатерина Васильевна, Собрание избирателей. Елисеева Андрея Рудольфовича, Собрание избирателей. Ефиму Маргариту Сергеевну, Московская, Единая Россия. Консул Татьяны Тимофеевны, Набиральная Демократическая партия России. Лагера Бориса Борисовича, Московская Федерация профсоюзов. Самойну Раису Ивану, Коммунистическая партия Российской Федерации. Серегину Наталью Ильиничну, Собрание избирателей. Силаева Александра Юрьевича, Собрание избирателей. Соловьева Ольга Владимировна, Собрание избирателей. Кудоева Мураза Натаровича, Собрание избирателей. Элькина Сергея Еммануиловича, Справедливая Россия. На пост председателя Выбинка Соловьева, Ольга Владимировна. Это у нас работник Буиса, насколько я знаю. Так, кто за предложенный состав? Возражений нет. Кто за председателя возражений нет. 891-я комиссия. 14 человек. Вархновская, Софья Федоровна, Собрание избирателей. Бригадиренко и Елена Валентиновна, Московская Федерация профсоюзов. Выску бывала Алексеевна, ГПРФ. Дмитриева, Марина Васильевна, Собрание избирателей. Резологина Юлия Сергеевна, Московское региональное отделение Единой России. Кавкину Валентину Николаевну, Патриоты России. Катрук Галина Сергеевна, Собрание избирателей. Киселева Любовь Анатольевна, Собрание избирателей. Поликахин Владимир Ильич, Единая Россия. Родионову Анну Владимировну, Справедливая Россия. Рощину Михаила Степановича, ЛДПР. Спаскову Алексею Сергеевичу, Собрание избирателей. Каченко Людмилу Пауну, Собрание избирателей. Черепову Елену Юрьевну, Собрание избирателей. Черепову Елену Юрьевну предложено в кандидатуру председателя. Есть ли возражения? Нет, да? Кто за? Кто за председателя? Возражений нет. 92-я комиссия, 12 человек. Красникова Ирина Ивановна, Собрание избирателей. Купчкина, Светлана Владимировна, Собрание избирателей. Малькова Валентина Ивановна, Патриоты России. Минова Оксана Владимировна, Справедливая Россия. Новичикина Елена Ивановна, Собрание избирателей. Образцовы Елены Николаевны, Единая Россия. Павленко Игорь Александрович, Российское объединение избирателей. Потапову Елену Юрьевну, Собрание избирателей по местной работы. Соколову Валентину Алексеевну, КПРФ. Шипунову Инессу Николаевну, Собрание избирателей. Шиман Анну Ивановну, Собрание избирателей. Ющику Елену Николаевну, Лидерально-Демократическая партия России. В качестве председателя будет Минтершиман Анна Ивановна. Она у нас уже председательная выбора. Это очень сильно, насколько я знаю. Так, возражений нет? Замечаний. Кто за? Кто за председателем? Возражений нет. Принято. 800 депутатов Ермилову, прошу прощения, Александру Юрьевну, Гражданская платформа. Иванову Маргариту Пауну, Коммунистическая партия. Картавенко Ирину Александровну, Собрание избирателей. Ковареву Веру Валентину, Собрание избирателей. Казицкого Алексея Владимировича, Единая Россия. Казицкого Дмитрия Алексеевича, Собрание избирателей. Комарова Галину Викторовну, Собрание избирателей. Куликову Татьяну Владимировну, Собрание избирателей. конникову веру бассейна реберами демократической партии россии шанских марину алексейна справедливой партии россии в качестве председателя выгонит гамзаев гасан гавридович это уважаемый человек работает учителем с культурой очень замечательно 894 комиссия у него образование мыши культурно да не знаю может в какой-то будущем работал в 12 году с нами работал такого невысокого роста очень серьезно просто так не подойдет 94 комиссия 11 человек боганова елена николаевна выдвинута партии единой россии большаковку светлану виктору московская федерация профсоюзов гелезин зимову любовь михайлову лдпр долга долга там от магомедов прошу прощения собрание избирателей и я могу василию патриоты россии куликова наталью игоревну собрание избирателей лодыга ольга алексеевна собрание избирателей малах малахова гранита артемьевича коммунистическая партия прыгали год виктором на собрание избирателей теоретическую мирову собрание избирателей чемилкина бориса вольфович справедливая россия в качестве председателя выдвинутых и артисты или роман кто за возражение против председателей нет возражений нет если есть замечание я прошу сразу оглашать 895 участок 14 человек артемова екатерина александровна собрание избиратели вот и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дурнишова Антона Сергеевича Субтитры создавал DimaTorzok 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 С замечанием в протоколе проходит данная кандидатура. 899-й участок. Чистый состав 12 человек. Предложена Агеева Светлана Владимировна, гражданская платформа. Бондина Сергея Серафимовича предложила «Справедливая Россия». Веденскую Наталью Владимировну, собрание избирателей. Веревочкина Владимира Владимировича, молодая гвардия общественного объединения. Заболотную Ольгу Алексеевну, Московская Федерация Федерации, Ильину Надежду Викторовну, собрание избирателей. Никольскую Любовь Леонидовну, собрание избирателей. Пирогову Ирину Юрьевну, патриоты России. Реклетскую Гелу Борисовну, Единая Россия. Сидорова Дениса Александровича, ЛДПР. Симонову Татьяну Ивану, собрание избирателей. Степанова Павла Евгеньевича, КПРФ. На должность председателя выдвинута Никольская Любовь Леонидовна. Замечания есть? Она учитель в школе. Замечания есть? Замечаний нет. Численный состав и именную. Голосует кто за? Единогласно. За председателя? Единогласно. Девятисотый участок. Двенадцать человек. Белалову Лилию Азаторну выдвинуло собрание избирателей. Васильеву Наталью Геннадьевну, собрание избирателей. Васильеву Ольгу Александровну, собрание избирателей. Гаврилову Наталью Владимировну, собрание избирателей. Гаврилову Татьяну Владимировну, собрание избирателей. Зайцева Дмитрия Владимировича Московской Федерации профсоюзов, Камушникову Ольгу Владимировну Единая Россия, Кулямзина Владимира Алексеевича Батриота России, Кумзлямзину Наталью Григорьевну Собрание избирателей, Пастухину Наталью Валерьевну Собрание избирателей, Правову Маргариту Сергеевну КПРФ, Клыбова Георгия Николаевича Справедливая Россия. На должность председателя предложена Кулямзина Наталья Григорьевна. Работает в школе 402 жертвоза. За учебу хозяйственной части. Кто за численные и именной состав холизии? Кто за председателя? Что такое? Вы уже не голосуете? Ну вы за или против? Против, конечно, ну почти. Да нет, она брожена в прошлом году. Я знаю, поэтому я же смеялся, я против. Понятно, ответьте, пожалуйста. Кстати, вы ее помните хоть? Помните? Ну как? Да. Да и вы все помните. Помню, да. Ну она у нас не была в Кремне, последний был председателем не был. Она работала только членом комиссии. Так, 901 участок. Из чего им выбирать? Из чего им выбирать? По-моему, что они соглашают. Люди должны работать, я не знаю. Да, кто в терминке заседает. А почему у вас есть? Ну, у человека личное мнение против. Да, лично знакомым, так скажем. Так, 901 участок. Здесь у нас 8 человек, максимальная численность 9. То есть, ну как у нас за рамки мы ни одной комиссии не перешли. Это маленький участок с численным составом. По-моему, там 190, до 300 человек избирательных. Это один дом. Значит, предложено 8 человек. Бедетова Юрия Валентиновича выдвинула партия «Справедливая Россия». Рядкина Михаила Александровича ЛДПР. Жукову Светлану Анатольевну «Единая Россия». Кайнову Василия Геннадьевича Московской Федерации профсоюзов. Майорову Марину Анатольевну КПРФ. Мархель Марину Валерьевну «Собрание избирателей». Сергей Енко, Светлана Викторовна выдвинула собрание избирателей. Шкурку Наталью Викторовну выдвинула собрание избирателей. На должность председателя выдвинута Мархель Марина Валерьевна. Она у нас работает в досуговом центре. Специалистами. Кто за отчетленный именной состав комиссии? Возражений нет. Кто за председателя? Возражений нет. 902-я комиссия. 12 человек. Булгакова Алла Александровна «Собрание избирателей». Булогова Инга Владимировна «Собрание избирателей». Дежурова Людмила Васильевна «Собрание избирателей». Лебедева Виктора Сергеевича выдвинула партия КПРФ. Небрянчиному Марину Вячеславовну «Собрание избирателей». Офицерову Наталью Юрьевну «ЛТПР». Петрову Владимиру Михайловичу «Собрание избирателей». Просолову Ольгу Егорину «Вединая Россия». Соловей Татьяну Викторовну «Политическая партия «Гражданская платформа». Степанову Наталью Николаевну, Московская Федерация профсоюзов, Филатову Марину Анну, Справедливая Россия, Яшину Александру Петровну, Патриоты России. На должность председателя предложена Голубева Инга Владимировна. Это у нас тоже преподаватель. Численный и именной состав. Кто за? Возражений нет. За председателя? Возражений нет. 903-й участок. 14 человек. Берентюкова Галина Васильевна выдвинута собранием избирателей. Варнакова Татьяна Михайловна собрание избирателей. Мушенкова Ирина Владимировна собрание избирателей. Чем? Демченко Анжела Владимировна выдвинута партией Гражданская платформа. Железнову Ирину Николаевну выдвинула партией Единая Россия. Жижину Евгению Викторовну выдвинула собрание избирателей. Идрисову Гульнару Шамильевну, Патриоты России. Коркину Анну Владимировну по месту работы собрания избирателей. Крабченко Николая Анатольевича собрание избирателей. Луконину Анну Александровну, либерально-технической партии России, Мигалёва Николая Александровича, справедливая Россия, Салину Марину Сергеевну выдвинуло собрание избирателей по месту работодателей, Рихову Анну Михайловну, Московской Федерации профсоюзов, Шатилову Любовь Михайловну выдвинуло собрание избирателей. По 903-му участку на должность председателя предложена Варнакова Татьяна Михайловна, тоже преподаватель. По поводу численно выигранного состава есть подражения? Замечания? Нет. Кто за? Кто за председателем? В виде нагрузки. 904-й участок, 12 человек. Оралову Анну Серафимовну выдвинула партия патриоты России, Дрожжева Ивана Федоровича, справедливая Россия, Козлова Марину Ивановну, Московской Федерации профсоюзов, Приворучка Александра Алексеевича, собрание избирателей, Мариночка Ирина Аркадьевна выдвинула Единая Россия, Николаю Ларису Федоровну, собрание избирателей, Романову Анастасию Дмитриевну, российское объединение избирателей, Степанову Галину Васильевну выдвинула собрание избирателей, Филатова Виталия Викторовича, либерально-техническая партия, Шабельскую Татьяну Макаровну, собрание избирателей, Шестакову Ольгу Александровну, собрание избирателей, яйца и сергея игоревича выгодно собрание сбирать на должность председателя предложена шабейская татьяна макарова замечание по численному составу есть шабейская оралова патриот россии отвечает кто за численный состав кто за председателя возражение 905 участок 12 человек глебова оксана владимирова выдвинул единая россия круглого валентину ивану к прф лялькина максима владимировича политическая партия главных гражданская платформа по страну владимиру патриоты россии рудник сигнал 7 на собрание избирателей сапронова марина васильева собрание избирателей старовой тупо светлана борис собрание избирателей так ступо сергея александровича ведут на московская городская либеральная практическая партия тюрина алексея николаевича собрание избирателей тюрину алину игоревну московской федерации пресс-союзов подбину ольгу владимировну справедливой россии хронину анатолию владимирову собрание избирателей на председателе выгодно тюрин алексей николаевич кто зачисленный и мной состав комиссии за на глаз на кто за председателя так 906 участок я прошу прощения у нас там были корректировки как раз люди выходили из состава комиссии поэтому я вам буду зачитывать не по алфавиту значит дорога сеглана иванна кпре выдвинута зинченко екатерина аркадина либерально-демократическая партия политов николай анатольевич справедливая россия синькова елена сергеевна выдвинута партия единая россия ржавцев михаил александрович объединение молодая гвардия и от собрания избирателей предложены козьмин юрий борисович федосеева татьяна сергеевна русейкина гелянда виктор на билинков валерия викторовна до 7 никита евгеньевич вода светлана николаевна и пикетова валентина алексеевна всего 12 человек на должность председателя предложенных федосеева татьяна сергеевна она не работала никогда у нас председателем было замом замечание какие то есть по составу комиссии кто за кто за главным председателем возражений нет единогласно 907 комиссия значит 12 человек выдвинуты вы как михаил юж собрание избирателей говору александр николаев собранием избирателей зиборова андрея борисович выдвинул собрание избирателей зенченко владимир иван чили партия козлову светлана виктор на собрании избирателей копте у марина артура на справедливая россия косы ольгу александр по гражданская платформа но евгений леонидов но к пр ф леонова татьяну андреевна московской федерации союзов петрова александра федоровича единая россия торлинскую ларису александрова собрание избирателей тухая татьяну алексеевна выдвинул собрание избирателей на должность председателя предложил бы как михаил юж преподаватель из них даже не изменяет истории кто зачисленный состав выражений нет кто за председателем 908 комиссия 908 комиссия 10 человек агапова татьяна николаевна выдвинута собрание избирателей архивская елена леонидовна московская федерация профсоюзов кожи на дмитрия леонидовича выдвинула единая россия поляновского полислава любви новича коммунистическая партия маринину милену николаеву выдвинул собрание избирателей морозов и елену игорь на патриоты россии на горный светлану викторовну гражданская платформа петрова анастасия анатольевна собрание избирателей симонова александр сергеевича справедливой россии по груди на гунину и ванну выдвинула собрание избирателей на должность председателя 908 участка предложено агапова татьяна николаевна если замечание по численному составу нет она у нас работает в мозгу где-то в административном аппарате у нее достаточно сложный участок в том плане и она давно с ним работает что там у нас общежитие мозгу сами понимаете мы их книги формируем вообще то есть последний момент это в библиотеке они вот прошлые выборы проводили это комиссия которая работает рядом с так есть возражения какие-то кто за численно именной состав нет возражений кто за председателя возражение 909 участок одиннадцать человек владышева ольга валентиновна выглянуто собранием избирателей земляненко евгений виктор и справедливой россии короткова марина сергеевна выдвинула собрание избирателей монашова юлия андреевна гражданская платформа не николенко розу ильясовну единая россия самуфину ирину валерьевну либеральность монастическая партия сетнявскую любовь юрьевну московская федерация форсоюзов тихонову людмила сергеевну собрание избирателей цепунова наталью петрову собрание избирателей чернова татьяна михау собрание избирателей шведову марину николаевну патриоты россии на должность председателю выдвинута цыкунова на так она является тоже сотрудников тоже административная парад не преподавательский и работает с нами уже достаточно давно есть ли замечание по числому кто за кто за председателем сражений нет единогласно 910 комиссия 12 человек алексеева ирина алексеевна собрание избирателей гагарину или собрание избирателей жирову ларису владимировну т.б.р. жукову татьяну васильнюю собрание избирателей зеленскую елену андреевну собрание избирателей качкуркину татьяну савельевну единая россия кудряшова наталья анатольевна гражданская платформа релина дмитрия вениаминовича справедливая россия неверта михаила юрьевича собрание избирателей петрушкину татьяну и ванну собрание избирателей процентов и глава максимум патриоты россии чижмину и елену васильну молодая гвардия честное объединение на должность председателя выдвинута гагарина ирина юрьевна она в избирательных комиссиях участия принимала председатель еще не работал представитель такой если замечание значит численный состав 12 человек имену и кто за даже нет кто за председателем единогласно 911 комиссия 11 человек андреев елена иванова ранее избирателей гелисеева галина игоревна гражданская платформа ирина василия павловича курининка ольгу варенью собрание избирателей никитскую екатерину михайловну справедливая россия павловского андрея михайловича молодая гвардия общественного объединения павловскую наташу дмитрий московской федерации союзов заранину риму владимиром собрание избирателей шевчук екатерина иванова единая россия шевчука сергея дмитриевич собрание избирателей юдину светлану васильев собрание избирателей на должен председателем шевчук екатерина ивановна кто за председателем единогласно 912 участок 11 человек в облицке 23 андреевич объединение молодая гвардия бойтенко светлана горизон cam 1 единая россия габрилин на иванami числа вича в парте гражданская платформа окорил у натальи владимир либерально-демократическая партия косарева александр эвгенчи справедливая россия кубанову сию рафаилу собрание избирателей лёвина ивана андреевича московская федерация простуюзов милку лаганину александров собрание избирателей невзорову его на собрание избирателей юрнул светлану анатолий выгодного собрания избирателей я кушал свеклана паула выдвинула партия патриоты россии на должность председателя выдвинутого и т.к. свеклана горисовна кто за предложенный состав а кто за председателем 913 участок выдвинуто 12 человек а копян леонид робертович либерально-демократическая партия без зубову виктора анатольевича выгодного партии единая россия белозерскую наталью николаеву собрание избирателей длиновую екатеризу гене патриоты россии пошлану татьяну александрку собрание избирателей ничего наталью михауну собрание избирателей кабанову екатерину игорь у справедливой россии новиколу антонину александровну объединение молодая гвардия смирнова наталья николаева московской федерации по союзу смирнову олбию сергей или выдвинула собрание избирателей смело в татьянь записываю выгнала собрание избирателей янешева геннадия лея и чего это было собрание избирателей на должность председателя предложен ядышев геннадий ильяевич кинаде леич на декабре работал в марте он выбор участие Возражение есть? Нет. Кто за предложением? Кто за председателем? Возражение нет. 914 комиссия, 13 человек. Полосина Дмитрия Геннадьевича Либеральной Демократической Партии Россия. Синдееву Татьяну Сергеевну Московской Федерации Красной Союза. Смирнову Юлию Андреевну выдвинул собрание избирателей. Стифутина Сергея Дмитриевича выдвинул собрание избирателей. На должность председателя предложено Моисееву Татьяну Николаевну. Кто за предложенный численный именной состав? Возражение нет. Кто за Добородову Ирину Автандиловну выдвинул собрание избирателей. Дябреву Татьяну Викторовну Единая Россия. Хожаеву Надежду Алексеевну Московской Федерации Красной Союзов. Холестникову Евгению Сергеевну выдвинул собрание избирателей. Холестникову Ирину Владимировну собрание избирателей. Лунёва Алексея Вячеславовича Справедливая Россия. Пономаренко Дениса Анатольевича собрание избирателей. Ценат за Тимофея Автандиловича патриота России. Чемлишвили Марии Михайловну собрание избирателей. На должность председателя предложено Варину Нону Автандилова. Есть ли какие-то замечания в составе комиссии? Нет. Кто за численный именной состав? Возражения нет. За председателя? Возражения нет. 916 комиссия предложена. 16 человек. Абраменко Юлия Михайловна выдвинулся собрание избирателей. Денису Анну Николаевну собрание избирателей. Жарова Анастасию Николаевну собрание избирателей. Ильину Галину Николаевну собрание избирателей. Каменеву Татьяну Михайловну собрание избирателей. Мальцева Дмитрия Юрьевича собрание избирателей. Мальцева Олеговна Юрьевича собрание избирателей. Мальцева Екатерина Николаевна собрание избирателей. Радковского Игоря Сергеевича патриоты России. Седекова Виталия Борисовича коммунистическая партия. Смирнова Игоря Геннадьевича, Собрание избирателей, Судакову Марию Сергеевну, Справедливой России, Сысоеву Людмилу Иванову, Собрание избирателей, Тихановскую, Юрию Николаевну, Единую Россию, Тищенко Андрей Евгеньевич, Лидеральная демократическая партия, Шевченко и Юрия Александровна, Московская федерация профсоюзов. На должность председателя предложена Мальцева Екатерина Николаевна. Кто за численно-именной состав? Кто за председателя? Возражений нет. Последняя наша с вами 917 комиссия, 11 человек. Предложено Анисимову Марину Борисовну, молодая гвардия, Бутенко Евгения Вячеславовна, гражданская платформа, Ерофееву Павла Николаевичу, Собрание избирателей, Ерофееву Ирину Геннадьевичу, Лидеральная демократическая партия России, Колмыкова Игоря Вячеславовича, Московская федерация профсоюзов. Колмыкову Лидию Викторовну, Собрание избирателей по месту работы, Львову Аллу Анатольевну, Собрание избирателей, Львову Евгению Геннадьевну, Патриоты России, Обносову Людмилу Александровну, Собрание избирателей, Сидро Сергея Владиславовича, Справедливая Россия, Федорову Анну Сергеевну, Единая Россия. На должность председателя выдвинутого Львова Алла Анатольевна, преподаватель школы 710. Это уже достаточно такая новая у нас комиссия. Раньше там работали специалисты в Мурзбуре, но вот сейчас они не составили нам предоставить, чем мы комиссию. Кто за отчисленный именной состав? Возражений нет. Кто за председателя? Возражений нет. Я всех вас благодарю за проделанную работу, за ваше терпение. Значит, комиссии мы с вами сформировали. Еще один вопрос. Значит, согласно действующему законодательству, в течение 15 дней наши с вами избранные комиссии должны провести первое организационное собрание. Избрать своих замов и секретарей тайным голосованием. Значит, по закону 15 дней предлагаю установить дату проведения собрания 18 марта. Кто за? Как это итогово, да? То есть до 18 марта собрание они должны провести. Все, спасибо вам большое. А сколько мы сегодня рассмотрели комиссию? 36. У нас с вами остались две комиссии, которые формируются на закрытых участках. 15-я больница и... 882, да? И 917-я. Все 36 комиссий мы с вами состав сформировали. Единственное, я хочу сказать, что, возможно, нам придется с вами собраться по поводу резервов, потому что, да, вдруг какие-то вопросы возникнут. Вот, как бы, что там. И, в принципе, я думаю, что основная наша с вами задача до весны будет закончена. Но я с вами напоминаю, что нам с вами придется встретиться в мае месяце по вопросам значения до выборов по первому округу. У нас с вами освободился один мандат, и первый округ по старой нарезке, то есть у нас комиссии-то будет 6, а дома и численность будет участвовать старой. По старой нарезке у нас с вами будут до выборы на 2-е воскресенье сентября этого года с одним мандатом. Толмачев Андрей Анатольевич у нас был выдвинут и избран, но назначен главой управы Косиново-Томска, поэтому мы теперь в составе 13 депутатов вместо положенных 14. Но так как в прошлом году, пока все организационные прошли, мы уже не имели права назначить выборы, то есть все это перенеслось на этот год. Это какие участки с 82, 82, 83, 84, 85, 86, 87, да? И еще один. Да. Вечерний, так как вы пополняете? Вот этого я пока вам сказать не могу. На сегодняшний момент мы в течение 20 дней после комиссии должны сформировать резерв и передать его в ГИК. Причем, если раньше обсуждался вопрос, что резерв будет общий по Москве, то сейчас сказали, что резерв будет за каждую комиссию, как он и будет. Так что если люди будут выходить, и у нас не будет что-то получаться с резервом, будем объявлять, видимо, до выбора. Но пока вот разъяснений конкретных, как это будет, пошагово не было. Мы будем надеяться, что ничего себе здесь не будет. А как Собачок был внутри муниципального образования? Депутатом муниципального собрания. Да, да. Он приступил к своим обязанностям, он получил мандат. Поэтому, как бы, потом уже муниципальное собрание рассматривало вопрос о его снятии. Так как он не мог совмещать с его службой. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Значит, мы весь август члены ТИКа должны присутствовать здесь? Мы с вами не только весь август. Мы с вами июнь, июль, август и половина сентября. Потому что у нас с вами начнут кандидаты регистрироваться. Именно на этот мандат? Да. На один? Да. Причем, я так думаю, но это лично мое мнение, о том, что людей будет много. Потому что не так много по Москве, где будут до выбора проходить. Поэтому мы готовимся к тому, что морально, по крайней мере, и я. Вот только поэтому, у других никаких других там выборов нет? Не знаю, пока нет. Ну, видите, мэр у нас высказал согласие на 15-й год. Хотя, честно говоря, чисто законодательно, я не совсем представляю, как это будет выглядеть, если Дума и мэр будут выбираться в один день. У нас единый день голосования. Если бы они хоть в разные месяца как-то выбирались, а теперь единый день голосования. Как это будет выглядеть, не могу вам пока сказать. Разъяснение нам не доходим. Ну, я думаю, то же самое. У нас все будет. Будем надеяться на позитив, правильно? Все, впечатленные зоны, и все, обязательно. Так что, какие-то еще вопросы у нас есть? Я очень рада была всех вас увидеть, особенно в таком большом числе. А мы так, я не видел уже сколько. Здесь надо собирать почаще, да? Я тебя сколько не видел. Я думал, что все. Благодарю вам, поприветствую вас. Вот, видите, Леру можно увидеть в Перова. Все, спасибо всем огромное. Парыш. Парышу, ты это просто? Вот. Парышу. И я, ты. Ты где-то, ты. Продолжение следует...